За прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позицию в УСУ в зоне АТО. Один украинский боец получил ранение. Об этом сообщают в штабе. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Неблизкий и небезопасный путь преодолевают психологи, чтобы добраться к военным на передовые позиции. Уже три года как платья и каблуки эти женщины в АТО сменяют на берцы и бронежилеты. Преподаватель Днепровского университета имени Нобеля Татьяна Ермолаева с коллегой в полевых условиях проводит психотерапевтические сеансы. Пока у нас возвращались первые волны, их и встречали с цветами, и в принципе были почести, ну как-то вот еще их поддерживали, да, то сейчас что-то поменялось в датском государстве. И ребята, которые возвращаются с войны, почему-то считают абсолютно ненормальными, психически, кстати, ненормальными. Хотя они-то нормальны. Психологи развеивают стереотип, сложившийся в мирной Украине якобы отошники, видевшие смерть из-за пережитого стресса, это опасные люди. По статистике всех войн, реально психических больных, психически больных это 5%, 5. 95, да, это люди, которые выходят иногда в остром стрессовом расстройстве, но это психология, а не психиатрия. И, понимаете, они возвращаются, как оголенные нервы. Утро эта позиция встретила под вражеским минометным обстрелом. У нас в утром обстреляли с БМП-1. Были минометы, 80-е, 120-е, минут 30 бился обстрел. Утром, вечером стреляют. При малейшем движении боевики тут же пристреливаются. Муравейник, который работает, оговоряешь. От позиции к позиции. Чем ближе к противнику, тем становится все опаснее. Если отстрел будет, вы слышите выходы пулеметной очереди. Если скажу залезть, сразу залягайте. Потому что у них КПВТ там стоит. Разговоры о режиме тишины у наших военных вызывают только горькую ухмылку. Но военные психологи под командованием Капеллана бесстрашно идут вперед. В блиндажах и окопах они оказывают первую психологическую помощь. Реанимируют после самых тяжелых стрессов, гибели боевых товарищей и непонимания со стороны близких. Непонимание, когда ребята хотят сохранить, чтобы родные не нервничали. Вот здесь непонимание. И очень сильно, конечно, если погиб товарищ, ранение. И очень сильно это то, что общество не понимает, не принимает, не оценивает. То есть им часто ребята говорят, мне не нужны медали, награды, ордена. Просто чтобы... Такое простое человеческое спасибо. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Дениска области. Подробности телеканал Интер.